Посла США улечили в прогулах Посла США улечили в прогулах Частые перелеты могут помешать Келли Крафт занять должность представителя в ООН Коммерсант от 20 июня 2019 года, 9.34 Посол США в Канаде Келли Крафт, номинированная администрацией Дональда Трампа на пост постоянного представителя в ООН отсутствовала на своем рабочем месте более 300 дней и 600, проведенных в качестве дипломата в этой стране Официальные документы, предоставленные Госдепартаментом в Сенат, подтверждают, что почти половину времени госпожа Крафт провела за пределами Канады, вылетая в США на частном самолете своего мужа В Сенате считают, что подобный рабочий график может помешать ее утверждению на пост представителя США в ООН До назначения на пост посла в Канаде в октябре 2017 года, госпожа Крафт возглавляла консалтинговую фирму в городе Лексингтон, штат Кентукки Ее третий муж, миллиардер Джо Крафт, является совладельцем одной из крупнейших угольных компаний в США Семья Крафт считается одним из крупных спонсоров республиканской партии В 2016 году, например, пара перечислила 2 миллиона долларов в избирательный фонд Дональда Трампа и сделала крупные денежные переводы в предвыборный штаб лидера республиканцев в Сенате Мича Макканела В ответ влиятельный законодатель настоятельно рекомендовал администрации назначить госпожу Крафт на пост посла в Канаде В конце февраля этого года президент Дональд Трамп номинировал Кейли Крафт на пост постоянного представителя США в ООН Это место осталось вакантным после того, как бывший постпред Ники Хейли ушла в отставку в декабре прошлого года Предполагалось, что ее может сменить экс-представитель Госдепартамента США и бывшая ведущая телепрограммы Хезер Ноуэрт, но в последний момент она отказалась от номинации из-за опасений, что ее утверждению в Сенате могут помешать финансовые проблемы, которые она испытывала в прошлом Официальные бумаги о номинации Кейли Крафт были переданы в Сенат только в мае этого года О частом отсутствии посла Крафт на своем рабочем месте сенатор-демократ Роберт Мининдез заявил в среду во время слушаний в Комитете по международным делам Верхней Палаты Конгресса Ссылаясь на официальные документы Госдепартамента, он сообщил, что частный самолет, который использовала Кейли Крафт, только с января 2018 года по апрель 2019 года совершил 335 полетов А всего посол провела за пределами Канады более 300 дней Он предъявил коллегам календарь, демонстрирующий, сколько дней госпожа посол отсутствовала в Оттаве По утверждению Роберта Мининдеза, представитель США провела большую часть этого времени в родном штате Кентукки и поездках в другие регионы в Соединенных Штатах Только с 21 марта по 13 мая этого года Крафт отсутствовала на своем рабочем месте 45 дней из 54, сообщил сенатор Согласно внутренним правилам Госдепартамента, послы не имеют права проводить больше 26 дней в году вне своего рабочего места А любое отсутствие по личным причинам должно быть подтверждено соответствующим разрешением внешнеполитического ведомства Как заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, все личные и официальные поездки посла Крафт были одобрены государственным департаментом При этом официальный представитель ведомства и сотрудники посольства США в Канаде не смогли предоставить сенаторам информацию о точном количестве дней, которые посол провела в Оттаве за время своей работы Почему администрация США теряет кадры? По словам самой Келли Крафт, для всех поездок она использовала личный самолет своего мужа и оплачивала все расходы, связанные с отсутствием на рабочем месте Большая часть поездок, сообщила она на слушаниях в Сенате, была связана с обсуждением переговоров о заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой В ответ сенатор Менин Дейс предъявил официальные документы, свидетельствующие о том, что большая часть поездок была совершена уже после того, как переговоры о торговом соглашении были завершены 30 сентября прошлого года Он также сослался на сообщения, размещенные госпожой Крафт в социальных сетях, свидетельствующие о том, что она совершала и другие поездки по США, которые не фигурируют в официальных отчетах Госдепартамента По утверждению нескольких американских СМИ, Келли Крафт получила в Оттаве прозвище «отсутствующий посол» Большую часть времени ее обязанности исполнял советник-посланник посольства США в Канаде Как считают сенаторы, подобный рабочий график может помешать утверждению госпожи Крафт на пост представителя в ООН «Вам предстоит выступать на глобальной сцене и решать огромные глобальные вопросы», — обратился Келли Крафт в ходе слушаний сенатор Менин Диас, добавив, что ни один из демократов в Комитете по международным делам не поддержит ее кандидатуру, если в ближайшие недели она не сможет объяснить причины своего отсутствия в посольстве Кирилл Белянинов, Вашингтон